друзья приветствую вас на канале сказы сибирского шаман короткое видео о флоре наших мест сейчас все буйствует макушка лета июль все цветет красота вот например пустырник красавец такой шмели с него мед собирают опыляет его такой необычный вид у него тот самый пустырник который пьют для успокоения чтобы не нервничать это бодяк с него очень вкусный мед получается тоже весьма своеобразный цветок а это похоже татарник какая мощь по своему красавец да кого-то он защищается такими колючками и 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 все в шипах это желтый донник еще и белый встречается чаю хорошо добавлять и суп по чуть-чуть сильно мощный запорожские казаки его в трубку набивали трубку травами набивали для исцеления для того чтобы думы думы приходили правильное правильное решение было или молокогон молокогон потому что увеличивают выработку молока у кормящих матерей полезнейшие растения также в чай да более это тоже тысячелестник только розовый это полынь полыни много видов разных и Субтитры создавал DimaTorzok Это пижма Тоже полезнейшая Растение Только надо меру соблюдать Красивая и мощная Это зверобой Если коровка наестся его Она может умереть Зверобоем она называется По двум причинам То, что я сказал И то, что болезни убивает А это яснотка Глухая крапива По-другому Ты же красавица такая Все травы, болевые цветы Очень красивые Простота и красота Белые цветы И вот 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 так называемый мышиный горошек с ним тоже пчелы и шмели берут нектар шиповник цветет можно полу раскрытые бутоны в чай собирать у них очень интенсивный вкус самое то для чая нынче очень обильно цветет шиповник вот такие можно срывать прям так и сушить как они есть не раскрывая и они придут чаю аромат сильный сильный и 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 полезное растение, но мы его практически не используем, в Японии он выращивает его как культурное растение, гобо называется, корень можно использовать как картошку, допустим, супе, тушить можно, лучше однолетний, а листья можно привязывать, если болят ноги, например, колени, ноги, прикладываешь листья, обвязываешь и все. Ну вот это малая часть того, что можно показать, будет возможность еще снимать ягоду, пойдет скоро грибы, травы сейчас можно собирать, самое благодатное время, время наслаждаться ароматами, цветами, впитать надо солнце побольше в себя, цветы тоже впитывают солнце, все живое впитывает солнце. Благодарю вас за внимание, приходите на мой канал, ставьте лайки, оценивайте, пишите комменты, задавайте вопросы. Ваш сказитель Эрси Готов Чаронкин, сын полярной звезды и большой медведицы. До встречи, друзья! Эрси Готов Чаронкин